Товар или стратегический ресурс? Как оценивать воду и брать ли за неё плату? Эти вопросы уже много лет активно обсуждаются специалистами Центральной Азии. Вопрос получения компенсации за пользование нашими недрами снова был озвучен с трибуны парламента. Народные избранники недовольны, что нашей стране приходится обслуживать водохранилища, пользуются которыми по большей части соседи. По водохранилищам хотел сказать, кто же Кировская, например. 2000 гектаров земли находится под водой, а мы соседнему государству бесплатно отдаём накопленную в нём воду. А в это время наши люди остаются без земли. То же самое с Ортутокойским водохранилищем. 90% объёма уходит в Казахстан. Зачем они нам нужны, эти огромные, оставшиеся с советских времён резервуары? О необходимости пересмотра отношения к водным ресурсам в конце лета говорил и президент. Выступая перед участниками саммита Международного фонда спасения «Арала», Суромбай Джеймбеков поднял вопрос лимитирования использования водных ресурсов и платы за них. В настоящее время существующая система вододеления не отвечает современным реальным и требует пересмотра с учётом интереса устойчивого развития стран-регионов. Ни для кого не секрет, что большинство вопросов в сфере водопользования решается между странами региона на двусторонней или трехсторонней основе вне рамок МФСА. В этой связи Кыргызская страна выступает за возобновление сотрудничества в рамках соглашения между правительствами Казахстана, Кыргызстана, Тадзикстана и Узбекистана об использовании водных и энергетических ресурсов в бассейн реки Нарун-Сандарья от 17 марта 1998 года, который предусматривает компенсационный механизм использования водных и энергетических ресурсов. Эту мысль глава нашего государства также озвучил в ходе общих дебатов на 73-й Генеральной Ассамблее ООН. Там он заявил, что практика последних десятилетий использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии показывает необходимость выработки новых подходов. А именно комплексное их использование в регионе должно определяться системой мер, направленных на устойчивое развитие всех центрально-азиатских государств. Эксперты говорят, вопрос продажи воды соседям назрел давно. Из всех природных ресурсов только вода на сегодняшний день остается бесплатной. Ситуацию эту пора менять. Тем более, что в мире есть примеры подобного сотрудничества. Ряд государств получают в обмен на воду электричество. Такой же механизм наша страна могла бы применять и к соседям. Вариант может быть компенсации. Может быть это даже более, так сказать, оптимальный вариант. Потому что когда платить, это сразу начинаются всякие проблемы. А когда даешь воду, а взамен получаешь там какие-то другие товары, что это, в принципе, такое можно. Ну, в принципе, платить тоже можно. Но вопрос снова стоит. Количество воды, как ее учитывать, каким образом компенсацию делать. То есть это целый блок работ, которым надо серьезно заниматься. И принципиально, я думаю, необходимо создать такую рабочую группу, куда будет включать ученых, может, политиков, которые этим вопросом будут заниматься. Ученые надеются, что правительство все-таки займется реализацией этой идеи. Вода для Кыргызстана могла бы стать хорошим источником доходов. Главное – определиться со стоимостью этого товара. На этот счет у экспертов уже готовы расчеты и проекты. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС.